С вами Николай Пивненко. В проекте Дата сегодня 7 апреля. Всемирный день здоровья. Отмечается в день создания всем известной Всемирной организации здравоохранения. А в России это день памяти погибших подводников. Отмечается в годовщину гибели в этот день 1989 году в Норвежском море атомной подводной лодки Северного флота Комсомолец и 42 членов ее экипажа. В этот день появились на свет в 1859 году Жак Лепп, американский биолог, один из основоположников физико-химической биологии, труды по физиологии мозга, поведению животных, искусственному партеногенезу, автор химической теории регенерации тканей. 1939 год, день рождения Фрэнсиса Копполы, американского кинорежиссера и сценариста. Он снял кинофильм «Крестный отец», который стал одним из самых кассовых фильмов своего времени. И его продолжение «Крестный отец 2», который завоевал семь Оскаров. И «Крестный отец 3», который был снят в 1990 году. В 1954 году родился Джеки Чан, гонконгский и американский актер, режиссер и продюсер, постановщик трюков. В придачу к многочисленным заслугам он посол доброй воли Юнисеф, кавалер ордена Британской империи, обладатель премии «Оскар» за вклад в киноискусство. О событиях этого дня. 1348 год. В Праге основан легендарный Карлов университет. Один из старейших в Европе и первый славянский. 1738 год. Папа Климент XII особой булой обвиняет свободных каменщиков в лицемерии, притворстве, ереси и извращениях. В особую вину им ставится таинственность и скрытность. Виновным принадлежности к масонству грозит отлучение от церкви. В 1803 году в Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях впервые в Россию потреблено словосочетание «железная дорога». До этого использовался другой термин – «чугунная дорога». 1820 год. Пушкиным окончена поэма «Руслан и Людмила». Александр Сергеевич иногда указывал, что начинал писать поэму еще в лицее. Любопытно, что, ведя после выхода из лицея в Петербурге жизнь самую рассеянную, Пушкин работал над поэмой в основном во время болезней. Он ставил задачи создать богатырскую сказочную поэму в духе известного ему по французским переводам Нистового Роланда Ореста. Поэма Александра Сергеевича написана астрофическим четырехстопным ямбом, который, начиная с Руслана, стал господствующей формой романтической поэмы. Для вас, души моей царицы, красавица, Для вас одних времен минувших небылицы, Часы досугов золотых под шепот старины болтливой, Рукою верной я писал. Примите же вы мой труд, игривый, Ничьих не требую похвал. Счастлив уж я надеждой сладкой, Что дева с трепетом любви Посмотрит, может быть, украдкой На песни грешные мои. 1917-й. Временное правительство издает закон о хлебной монополии, по которому весь хлеб по твердым ценам Передается в распоряжение государства. В случае обнаружения укрытых хлебных запасов Они отчуждаются по половинной цене. Для заведования хлебным делом Учреждаются государственные комитеты. 1918-й. В честь предстоящего празднования 1 мая Левы и художники получают санкцию самого Каменева снести памятник герою русско-турецкой войны Скобелеву, который находится напротив дома генерал-губернатора. Теперь здесь здание Моссовета. Памятник сносят, а вместо Скобелева теперь горцует на коне Юрий Долгорукий. 1923-й год. Начинается эксплуатация Курской магнитной аномалии. Невероятный железорудный бассейн в России, в Белгородской, Курской и Орловской областях. Крупнейший в мире. Протяженность с юго-востока на северо-запад 600 километров. Ширина до 250. Площадь 120 тысяч квадратных километров. Магнитные аномалии были выявлены еще в 1783 году. Год 1956. Фирма грамзаписи Columbia Records прекращает выпуск пластинок на 78 оборотов в минуту. Оказывается, запись на 45 оборотах однозначно позволяет улучшить качество саунда, благодаря оптимизации соотношения шум-сигнал. Но при этом формат сокращает количество времени записи на каждой стороне. Именно по этой причине на 45 оборотах издаются лишь синглы. 33 оборота обуславливают более объемную по продолжительности запись. А вот звучание при этом сокращает свое качество, к сожалению. Но не сильно. Ну а 78 оборотов – это приятное шипение прошлого. События дня. В 1927-м лаборатория Bell Telephone провела в США первый публичный телепоказ, который стал первым в мире случаем использования телевидения в качестве средства развлечения. Американец ирландского происхождения Долан исполняет короткий монолог и песенку и становится таким образом первым профессиональным артистом, который выступил по телевидению. Приглашенные гости смотрят эту передачу на большом экране. Его размер 60 на 75 сантиметров. С тех пор телевидение настолько вошло в нашу жизнь, что, как заметил афорист Аркадий Давидович, телевизор может заменить лишь телевизор с еще большим экраном. Но появился интернет. Поэтому телевидение тоже уже немного прошлый век. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok